бесконечно чешется у нас просит кирпича ничего посмотрим так вебинар смотрим сюда заказ у меня перед глазами колесников артём заказали 20 я посчитал 20 40 королевский ладно буду молочиться посчитаю посчитал 20 положу 30 бай супер сорт почему 2101 первая модель которого до сих пор вспоминают с прекрасной ностальгии то есть надежней это 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 лучше такой байк я зашел за сих пор 20 написал 40 и так далее и так далее и так далее и вы заказали 70 академиков но все дешево шлюл вот что интересно на все был супер академикам средний из кого-то момента на сухо шикадать 70 заказал вот через три получите извините зато 15 рублей за козы скрытся это бесплатно вот этот колесик как вы видите вот я перед вами читал заказ будет собран завтра и отправлен так и нам дальше колесиком разобрался железок астромах еще и владеешь я не знаю что делать будет вторая и третья серия а хочется на тебя переложить ну для старший брат и отстал в нем несколько месяцев а привычка и кто старший тут решает я не знаю что делать не заиграйся с этими призывами не укнется вот посмотрим наталья привет всем нижеродской области может надо быть примутать пискарем из классики много воспоминаний там сам сверен великий садовод был сколько людей ушло вот таких великих как сверен и не ответы не привет и никому не надо а все проехали нелли привез москвы от землячки так у меня землячка дать себе наверно с украины так бухтияров привез казахстана всегда на месте николаев привез московской области арсенка строма еще и так разъяснение это тот желтый гриб на дереве то это все на желтый довольно вкусно вы пожалеете его давайте это мы можем первое ну поменьше как говорится траги трагедизм трагедизма давайте посмотрим на зубе неужели рука поднимется и взять все задвижается он работает но сам факт чтобы разбирать в грибах я так приятно поразил я в любом ничего не понимаю когда у меня было где дамы свет называют супер дам почему ко мне редко приезжают специалист и вдруг елена сады свинич моя ученица и по совместительству это самый аспирант так университета и она привозит подруга она за улаб за улаб лаборатории по грибам вы представляете какой у меня был праздник не стесняться нечего у меня полно грибов вот посмотрите праздник я радуюсь а у меня полно грибов я не оговорился так поняли о чем я считаю о том что грибы не калечат мои деревья и они их не уничтожают и каждый гриб я на него смотрю как на собрата ну ты работаешь ты работаете уважаю ты гриб вот ты работяга ты делаешь свою честную работу ты никогда не съел ни одной из триллионов триллионов живых тканей этих самых клеток живых ты только мертвая ешь вот ну антон колесник извините что я уже так а на то что вы специалист то что вы мне открыли глаза что такое желтый гриб противник серный то есть у него есть концепционное название серно-желтый довольно вкусный в жареном виде ну пожалуйста хотя бы этот не трогайте и вот кто мне сейчас прислал фотографии я не помню наверное вы прислали а может и вы кто-то обидится ой как я люблю поговорить горячично всем добрый вечер Емельянова добрый вечер Нелли правильно, Нелли? Учат, уничтожат деревья спасибо Нелли, пусть одна на миллион вы знаете чем ваша цена, чем ваши достоинства, чем ваша заслуга что вы живете на земле, уже ваша заслуга просто вы это поняли одна на миллион, потом будет одна на сто тысяч потом однажды где-то кто-то скажет да коли надо полностью перестраивать работу Академии Науквич чтобы именно Академия, он академик, он сказал что нельзя калечить, нельзя уничтожать, ни железа максимум чего я добился вы знаете какой у меня главный это, мне это сказать какой у меня главный карьерный рост именно в садоводстве глава фермерского хозяйства, дружба, да потом сад сожгли и что у меня осталось от меня одно название глава фермерского хозяйства, дружба вот это высокое звание для меня высокое я вырастил сад из двух тысяч деревьев которые ломились от плодов вырастил да, его сожгли это годы были такие, грена такие были вот это было многие через это прошли многие жизнь потеряли ладно, я сад потерял вот ну, Нелли, спасибо вам за то, что вы ее поддержали правильно, Олег Алексеевич, учат убивать деревья спасибо, Нелли пока нас мало, я каждую, я вас люблю Артем Семенченко доброго дня и здоровья Харьков, облачные связи живет по ту сторону границы уже не границы извините, Артем живет по ту сторону фронта горько, горько, брат Артем Борис Соловьев всем добра, света будем творить чудо собственными руками да пока нас никто не поможет, не поддержит нас посылают вы видели письмо официально? Валерий Константинович, помогите понять причину почему мы их оборвали дальше оборвано, ладно Нелли, что делать, если сохнут ветки весной? ну, как что делать? вначале ничего сохнут зима какая была я говорил, не говорил а если говорил, не чувствую, повторюсь и так, большинство сейчас у нас уже другой уровень сейчас со мной разговаривают на равных у людей свои мысли я их понимаю, поддерживаю и уже несколько человек будет сказалось причина там и Сибирь, Урал, Запад и Дальний Восток причина довольно большой я не говорю массовой гибели деревьев в многих садах погибли абрикосы и яблони именно, заметьте, именно вот это чаще упоминали абрикосы и яблони яблони, я знаю, это пандемия подлая вещь, которая не замечена науке а почему гибнут абрикосы? и мне объясняют и жители Запада ближе к Байкалу заговариваюсь и ближе к Балтийскому морю и Срединая Россия и Урал, и Дальний Восток и все как сговорились летом, а люди соображают я теперь еще немного уйду зачем вам нужен? все понимаете я прошутил не уйду как говорил Робиноч, не дождетесь ладно, слушайте дальше и все говорят лето было короткое деревья не успели вызвать вот так ну, читаем дальше Анель, я почти ответил если сохнут веточки на деревьях вначале ничего ждите, ждите вы знаете, что я сказал что у меня впервые за много лет почти погиб абрикос да еще какой, сын манчжурца вот такой штаб вот два метра я его делал искусственный штаб отрезал бы кроветки иначе трактора не произвел единственное, что я себе позволил и я получил результат и дерево будет спилено но я все-таки считаю что я принес хотя бы с удовольствием большую пользу вот смотрите двухметровый штаб мертвый а рядом я же показал это секретарийский прекрасный и ни одного листика не испорчено ни одной тлинки муравьи только пять штук они работают этими самыми на дозоре вот так как по галактике чтобы не дай бог что-то не потревожило дерево чуть что сразу и вот муравейник вот и тогда получается что у нас есть такое равновесие а чтобы до конца уже просить надо было как дождаться как я дождался вот ну я специально не ждал я был сегодня шокирован караул четыре пятых дерева мертвецкий не обращал внимания а сейчас зазеленеет не зазеленели и у вас так же подождите еще были же случаи вспоминай кто из вас тут сказал а я не стал торопиться а потом появились листья ой появились эти ростки на казалось бы сухих ветках не стал их торопиться значит сухими их не надо боиться как вот смотрите дерево да я на ваш вопрос отвечаю гражданка Нелли значит извините дочка Нелли не гражданка значит дочка идет время и вот уже появились сейчас смотришь сухие и большие соблазки их отрезают а я говорю не спешите раз во вторых я что за эти годы заметил а если вообще не отрезают дерево это по барабану ссоются киевики а опять вот еще раз если ну это уже не войдет конечно этот разговор в это как он называется письмо открытое письмо Путину оно уже не войдет но тем не менее я что хочу сказать значит если вы видите ветки я говорю не отрезать сухие как можно дольше если их вообще не отрезать дерево по барабану что у него сейчас веток сухие а те кто караул сухие ветки срочно уничтожьте и причем режьте по живому то есть полностью сухая и прихватываем живое место страшнейшая ошибка варианты резать отрезать неэстетично сухая ветка но по сухому оставляя вот столько до живого раз или я как персики половина так отмерзла я не подхожу и не режу их вообще а дерево не помешает это не мешает развиваться дальше персику который настолько слаб морозу что удивительно что он еще не весь замерз поняли еще удивительно что не весь замерз но только бы не резать по живому вот это вот момент а им что кто-то когда-то 100-200 лет сказал отрезать сухую ветку и живое прихватывайте глупость смертельная глупость не делайте никогда отсюда пойдет дальше никто не задумывается а почему она сухая почему ветка сухая от чего она вдруг вот рядом здоровая зеленая и рядом сухая да разве можно ее халечить отрезая по живому чтобы дальше пошла мертвичина и никто об этом никогда не задумывается мне пришлось полностью все садоводство перекроить перестроить но там не поймут там люди которые они знаете там медсельхозом могут быть специалисты животноводы экологи кто угодно но садоводов там нет иначе мы сады были бы в России идем дальше Нелли я как мог рассказал где у меня тут так Елена Тимофеева а ну-ка тут много еще а ничего полчаса управимся Тимофей Валерий Костинович после зимы не появились листья на манджурском абрикосе на королевском треветке с листьями две без листьев а бая весь с листьями ну в принципе я вам сейчас считайте Елена я вам тесно говорил Нелли это вас касается может ли это быть из близкого грунтовых вод полтора метра ооо ооо Елена да мы уже ответили конечно не может конечно из-за этого полтора метра до абрикоса сажаются раз утра год первый год до метра сажаются купленного Сергея посажены холмы ну что такое холмы ну 30 сантиметров ну если уж совсем его изощрились может быть полметра ну добавим полтора метра еще полметра два нет вот так вот теперь постепенно манджурский у вас это самое умер королевский наполовину погиб бас с листьями ну ну отседан с листьями как же вот так то Лена так жалко утупили дорогие саженцев Сергея холм это хорошо когда 5-6 метров плюс холм ну полтора я могу только разрешить руками вы знаете вот та хитрость да вот человек привел кто-то на сливу кто-то на тер кто-то на лучу а у них ясно что несколько раз короче эти не ветки а длинна корней да короче да дольше проживут но у них биологическая несовместимость и действительно если уже у вас так сложилось чтобы вот близко к готовой воды но Сергея он не продаст у него абрикосы привиты на абрикосы потому что если он привет абрикосы для вас на терне на сливе на алыче привет для вас она может умереть не от того что близко к готовой воды вот по двое подходящие близко к готовой воды она просто погибнет из-за белгитской несовместимости я просто сочувствую больше ничего Елене сказать не могу блин